Добрый вечер. Мы постепенно приближаемся к завершению разговора о книге Даниэля и в целом о Танахе, потому что я снова повторю, книга Даниэля последняя по времени написания в корпусе, в Танахическом корпусе. И мы видели в прошлый раз, как устроено апокалиптическое видение в книге Даниэля. Герой видит нечто, то ли сне, то ли наяву, после чего, и это видение обязательно носит символический, ясный, зашифрованный характер, после чего герою необходимо получить какое-то объяснение. Объяснение он получает от некоего ангела. Имена, кстати, этих ангелов появятся в 10 главе. Он получает объяснение от ангела, который расшифровывает видение, и эта расшифровка делает очевидным, что речь идет о некой исторической модели, зафиксированной от начала и до конца, детерминированной. Все должно произойти в соответствии с этим порядком, который описан в видении. И видение это надо хранить в тайне. Мы сказали, что в отличие от пророка библейского, от библейских пророков, которые посылались к людям, даже если у них были некие видения, эти видения совершенно не требовалось хранить в тайне. А это некое эзотерическое послание, которое до поры до времени должно быть скрыто. А когда оно откроется, это мы узнаем из 12 главы книги Даниэля. Но в целом направление понятно. Оно откроется, когда все исполнится. Это как примерно говорят про Машиаха. Когда он придет, мы это увидим и поймем. Сегодня мы увидим еще одну очень интересную черту вот этих видений. Я сейчас открою текст. Значит, сейчас он у меня не открывается. Секунду, сейчас я это сделаю. Наверное, лишнее открыто. Сейчас. Да. Он откроется. Окей. Так вот, мы сейчас будем с вами читать главу девятую книги Даниэля. И мы сначала прочтем первые ее строки. А потом уже всю целиком. Говорится так. В начале, в первый год правления Дарья, сына Хашвироша, я напоминаю, что с точки зрения исторической, это все, конечно, не выдерживает никакой критики Дарьи, сына Хашвироша. И при этом они из Мидии, да, и Кир Великий после них. Да, мы уже, я не буду снова повторять то, что мы уже говорили, что по, опять же, по такой вот заданной схеме сначала после Вавилона приходит Мидия, а потом Персия. И, значит, вот в качестве Мидийского царя выступает Дарья. Так вот, в первый год царствования Дарья я, Даниэль, изучал книги. Я изучал свитки, и в этих свитках я изучал количество лет, число лет, о которых было слово Господня пророку Иерусалима, с тем, чтобы закончилось разрушение Иерусалима по истечении 70 лет. То есть Даниэль выступает в качестве человека, который изучает пророческие книги. Это, как мы увидим, весьма существенный момент в биографии некоторых визионеров эпохи второго храма. Они изучают пророческие книги и толкуют их. Мы увидим сегодня кумранский текст, который представляет дополнительный пример такого рода. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, мы должны немножко вернуться назад. Когда-то мы говорили об этом пророчестве Иермияу, но я его еще раз приведу. Значит, в книге Иермияу дважды приводится это пророчество, причем очевидно, что второй текст основывается на первом. А в первом тексте говорится о том, что в четвертый год Иоакима, он же первый год Новуходоносора, царя Вавиловинского, то есть 604 год, примерно 603 год до новой эры, пророк Иермияу говорил народу Иудеи и всем жителям Иерусалима. Он пророчествовал с 13-го года царствования царя Ешияу, царя Иудеи, то есть с 627 года до новой эры и до этого момента, то есть с 627 по 604 год. Прошу прощения за заминку. Да, так вот, значит, мы говорили о том, что с 627 по 604, это как раз 23 года, и вот Иермияу говорил и говорил, а вы не слушали. И послал Господь вам, посылал Господь вам всех рабов своих пророков постоянно, и вы не слушали и не преклонили свои уши с тем, чтобы слушать. А говорилось вам так, возвратитесь с дурных путей своих, и тогда вы будете сидеть на этой земле, которую Господь дал вам и вашим отцам навеки. Не следуйте за другими богами, служите им и поклоняться им. Не гневите меня делами рук своих, и я тогда не наведу на вас беду. Но вы не слушали меня, Слово Господа, с тем, чтобы гневить меня делами рук своих. Поэтому так сказал Господь в воинстве. Из-за того, что вы не слушали мои слова, я посылаю, возьму и пошлю против вас семьи севера, имеется в виду народы с севера, Слово Господа. Я посылаю к Новохудоносору, царю Вавилонскому рабу моего, хотя он, в самом деле, не к северу от Иудеи, а скорее к востоку, но поскольку приходит он через Арам, через Сирию, то это получается с севера. И я приведу на эту землю и на ее жителей, и на все эти народы, подразумеваются по всей видимости, здесь все те, кто живут в Иудее, не только сами иудеи, но и иноземцы, которые там живут, пришельцы. И я уничтожу, превращу в пустыню, и будут освистывать эту землю, и она превратится в вечные развалины. И я заберу отсюда, из этой земли, заберу от них голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос жерновов и свет свечи. Это как бы такие тяжелые слова, как раз в преддверии месяца А вполне вписываются в содержание сегодняшних дней, ибо будет вся эта земля разрушена, она будет пустыней, и будут служить эти народы царю Вавилонскому 70 лет. А когда исполнится и закончатся эти 70 лет, я накажу царя Вавилонского и весь тот народ, слово Господа, за их грех и всю землю халдейскую, и превращу ее на этот раз, или его, этот народ, в развалин. И я наведу на ту землю все свои слова, которые я сказал о ней, как сказано в этом свитке, которым пророчествовал Ирмияу о всех народах. «Ибо служили им народы многие, и цари великие, имеется в виду, служили Вавилону и его союзникам, и я отплачу им за дела их». Вот первое упоминание о пророчестве 70 лет. Я сейчас не буду касаться вопроса, мы это обсуждали в свое время, откуда могло взяться именно представление о 70 годах. Так или иначе, понятно, что 70 – это число типологическое, символическое, семерка – это некоторое обозначение целостности в библейской культуре, начиная от недели и, скажем, семилетия и так далее. Что касается, скажем так, соответствия этого числа реальным событиям, то полного соответствия, конечно, нет. Но если действительно считать от 604 года и до 539, то есть до завоевания Киром Вавилона, то получается примерно 65 лет, цифра приближающаяся к 70. Значит, с момента воцарения Навкудоносора и вот до падения Вавилонского царства. Он действительно просуществовало приблизительно около 70 лет, чуть меньше. Второй раз это же пророчество появляется в 29-й главе книги «Ирмьяу», где рассказывается о том, что пророк послал из Иерусалима старейшинам изгнания священникам и пророкам и всему народу, которого изгнал Навкудоносор из Иерусалима в Вавилон. Подразумевается здесь изгнание времен предпоследнего царя Иудеи, Иуехина, изгнание, которое произошло за 11 лет до разрушения Иерусалима и храма, в 597 году до новой эры. Так, собственно, он-то и говорит, после того, как Ихония, он же Иваяхин, царь и царица-мать, и охрана царя, царская гвардия, и все вельможи, и все мастеровые были вывезены из Иерусалима. И вот это письмо доставляется по приказанию циткия у царя Иуды, Навкудоносору в Вавилон. И, в частности, вот говорится такая вещь. Так сказал Господь, воинство, Бог Израиля, всему изгнанию, которое я изгнал из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и селитесь в них, сажайте сады, ешьте плоды, берите себе жен, рождайте детей, сыновей и дочерей, берите сыновьям жен и дочерям мужей, пусть они рожают сыновей и дочерей, и плодитесь там, и не уменьшайтесь, и просите мира этому городу, в который я вас изгнал, то есть Вавилон, молитесь за него Господу, ибо пока там мир, и у вас будет мир, ибо так сказал Господь, воинство, Бог Израиля, пусть не смущают вас ваши пророки, которые среди вас, и колдуны, не слушайте их снов, ибо они пророчествуют вам лживое от имени моего, я их не посылал, подразумевается в контексте то, что эти пророки говорят о скором избавлении, так вот этого не будет, ибо так сказал Господь, по истечении 70 лет Вавилону, тогда я вспомню вас и наведу на вас, исполню мое доброе, благое слово, которое о вас, я возвращу вас в это место, и так далее. Значит, иными словами, пророчество Емельяву о 70 годах существования Вавилона и параллельно этому разорения Иерусалима, оно как бы вот было некоторой опорой и основой того, что мы сейчас читаем в книге Даниэля. К этому еще надо добавить следующее, что гораздо ближе по времени к Даниэлю есть упоминание этого пророчества Емельяву в книге Деврея Мим, где упоминается, в отличие от книги царей, мы это обсуждали, где Емельяву вообще не упомянут, и Деврея Мим он упомянут несколько раз, и в частности в связи с тем, что последний царь иудейцы Деврея не слушался его, а в конце говорится о том, что исполняется, следует исполнить слово Господня в устах Ербияу, пока Земля возжелает свои субботы, имеются в виду семилетние циклы, все дни ее опустошения в течение семидесяти лет. И первый год царствования Кира, царя Персидского, исполнилось это слово пророка Ермияу, и далее говорится о том, как Кир издал свой указ об освобождении иудеев, при этом любопытно, это в скобках замечание, что автопинихроник, ему очень важно соединить пророческие слова со словами Торы, потому что в его глазах ничто не должно быть вне Торы, и поэтому он избирает выражения, описывающие разорение земли, не так, как оно описано, скажем, в книге царей или в книге того же Ермияу, а так, как оно описано в книге Вайкра, в знаменитой главе, предпоследней главе книги Бахукатай, в 26-й предпоследней главе, в недельном разделе Бахукатай, там как раз вот говорится, что Земля тогда возжаждет свои субботы, все дни разорения своего, вы же будете находиться в земле врагов вас же, а Земля тогда как бы успокоится, не будет растить ничего, она получит покой в свои субботы, все дни своего запустения. Так вот, как бы все эти тексты влажатся в основу того, что мы читаем в книге Даниэля. Но после первых вот этих двух стихов в 9-й главе книги Даниэля, после того, как говорится о том, что Даниэль изучал пророчества Ермияу о 70-ти годах, повествование как бы останавливается и описывается то, как Даниэль молится Богу. Он молится Богу, не просто молится, он постится, он надевает на себя вретище, то есть он демонстрирует явный траур и произносит некую длинную молитву, которую мы не будем все учитать, она действительно довольно длинная, или глава основу еврейской сегодняшней литургии. Мы используем, например, слова этой молитвы, тот, кто знает, например, в той части молитвы, которая называется Таханун, после молитвы 18-ти благословений, после Амиды. И смысл этой молитвы – это видуй, это признание своих грехов и просьба о прощении. Все время он подчеркивает, что мы сами виноваты в том, что с нами произошло. И Господь наказал нас по праву. Это явная такая теодицея. Но при этом он обращается к Богу и просит, но сделай же так, как сделал ты когда-то, когда вывел нас из Египта. «Спаси нас! Обратись к молитве раба твоего! Посмотри на разрушенный твой храм, Господь!» Мы увидим дальше, что разрушенный храм или храм, находящийся в состоянии опустошения, это некая двойная игра нашего автора. С одной стороны, он как будто бы говорит о первом разрушенном храме, а с другой стороны, как мы увидим в дальнейшем, он явно говорит о втором храме, оскверненном Антиохом Эпифаном. Как известно, Антиоха Эпифан попытался превратить храм в святилище Зевса Олимпийского. И вот Даниэль просит, преклони свое ухо, посмотри на нас, вспомни, пока не поздно. Мы просим не из-за своей праведности, а полагаемся на твою милость. И вот, как бы, после... На самом деле, надо сказать, что вот такого рода молитвы, они в эпоху второго храма становятся, ну, как бы, постоянным элементом в описании праведника. Значит, праведник обязательно должен обратиться к Богу и, как бы, ходатайствовать перед ним за народ. В этом смысле праведник, визионер, наследует это у пророков. Но мы не находим у библейских пророков таких длинных, подробных молитв. Да, вот такого рода молитвы об искуплении греха, они действительно, как бы, характерны для литературы эпохи второго храма. И вот после того, как заканчивается эта молитва, мы приходим к самому любопытному. Я еще молюсь, говорит Даниэль, да, и признаю свои грехи и грехи народа моего и обращаю мольбу свою Господу Богу на горе святой Бога моего, да, то есть, или о горе святой Бога моего, то есть, в Иерусалиме, охранной горе, и вдруг появляется передо мной человек, ангел по имени Гавриэль. Об именах ангелов мы поговорим отдельно в следующий раз, когда будем говорить о 10 главе. Но уже здесь, как бы, я хочу отметить, что впервые в еврейской литературе ангел получает собственное имя. За исключением более раннего случая, особого случая, Сатан, который превращается, вот мы тоже поговорим из имени нарицательного в имени собственное, но до книги Даниэля нет никаких других ангелов, которые бы получили имена. Да, просто появляется термин Малах, посланник, Малах и Лухим, Божий посланник. Вот книга Даниэля открывает эту новую страницу в ангелологии. И вот он говорит, вот этот ангел Гавриэль, я увидел его, как бы, в своем видении, и он подлетает ко мне и дотрагивается ко мне ближе к вечеру. И он стал вразумлять меня и говорить со мной, и сказал, Даниэль, теперь я вышел, чтобы уразумить тебя, наставить тебя. А это, как бы, ангел в данном случае сам инициирует контакт с Даниэлем и говорит ему следующее. В начале молений твоих было решено. «И вот я пришел тебе известить, кихамудот ата, а ты возлюблен Богом». Хамудот, да, в современном еврейте слово «хамудо» обозначает нечто более такое, не то чтобы нейтральное, но не столь глубокое, да, милое. Но на еврейском еврейте лахмод – это возжаждать, возлюбить, возжелать. Ты желанный Богу, и ты сможешь понять это видение. «И вот дальше ключевое выражение». «Севоиим шевоиим нахтах аламха, вала-эр-кот-шеха, лэхалэха пеша, улэхатэм хатат, улэхапэр авон, улэхапэр авон, улээвіцэдэ куламим, влахтон хазон ванави, вэлэмшуах кодэш-кодэшэм». Семьдесят седьмиц шевуим шевуим определено народу твоему и городу святости твоей с тем, чтобы прекратилось преступление, закончить преступление и грех, искупить грех и вернуть или перевести в вечную справедливость, исполнить видение с тем, чтобы пророк и священник оказались бы… с тем, чтобы… я пытаюсь перевести это более-менее близко к тексту… «Лахтом хазон ванави» может быть следует перевести так, чтобы исполнилось видение и пророчество, и с тем, чтобы помазать святилище, помазать святилище, то есть как бы возобновить храмовое служение. И ты пойми, что пойми, что заново будет отстроен Иерусалим, пока не появится машиах-нагид, то есть помазанник-властитель, шевуим-шев-а семь седьмиц, а после этого шевуим-ши-шимуш-наем, шестьдесят две седьмицы, он будет построен и при этом будет находиться в бедствии, цок-хайтим. А после шестидесяти двух седьмин будет уничтожен помазанник и карет-машиах, и нет его, или нет ему замены, и город, и святыня будут разорены народом того властителя, который придет, но гибель его будет в потоке до конца войны, уже суждено разрушение. И он заключит договор со многими, и это будет продолжаться одну седьмину, на одну седьмицу, а на пол-седьмицы он отменит жертвоприношение и превратит святилища в мерзость разоренную, пока его самого не постигнет конец, который предопределен. Я думаю, что вы согласитесь со мной, насколько нелегко понять то, что здесь говорится. Ясно только одно, что здесь... Дается какое-то очень хитрое объяснение пророчеству Ирмияу о семидесяти годах. И незаметным образом это пророчество о семидесяти годах превращается в пророчество о семидесяти семилетах, седмицах. И таким образом 70 лет превращается в 490 лет. Теперь до того, как мы попытаемся как-то понять, к чему это число может быть привязано, очевидно, по крайней мере, одно, что автор этого текста хочет каким-то образом связать пророчество Ирмии с той ситуацией, современником которой он является. А он является, напомню вам, современником гонений Антиоха и Пифана. Мы видели это уже в нескольких предыдущих главах. Теперь, если исходить из этого, то тогда мы можем примерно сказать следующее. Значит, вот у нас есть тут некий период времени в 490 лет. Если его отсчитывать, если отсчитывать от все того же первого года Навуходоносора, 604 года, и до конца, приблизительного конца, до начала восстания Маковеев, до конца вот этих гонений Антиоха и Пифана, мы не получаем, правда, 490 лет, но 440 примерно получаем. То есть число очень близкое, с поправкой в 50 лет, но число очень близкое. Теперь эти 490 лет делятся таким вот оригинальным образом. Значит, есть первые 49 лет, которые проходят до помазания, до помазания, как тут сказано, еще раз посмотрим, значит, вот первые 7 седмиц, то есть 49 лет, они до появления Маши Ахнагида. Что это за Маши Ахнагида, мы точно не знаем. Мы точно не знаем, но мы можем, например, предположить с некоторой резонностью, что подразумевается возвращение из Вавилона персидского плена, и тогда Маши Ахнагида, если это священник, то это Йошуа Бен Йоацадак. Если это человек из рода Давида, то это Зарубавель Бен Шальтиэль. Мы обсуждали эти фигуры. Теперь нельзя сказать, что с 604 года по 539 проходит больше 60 лет, никак не 49. Но если начать отсчитывать, и некоторые комментаторы считают, что здесь делается некий перескок, и отсчет начинает вести здесь не от того момента, когда, согласно заголовку Ермия, он начал свое пророчество, а с момента разрушения храма, то есть 586 года. Если мы сделаем простой расчет, 86 минус 39, то у нас получится число, пусть не точно совпадающее с этой цифрой, 49 лет, потому что тут должно быть именно 7 седмиц, но, по крайней мере, нечто близкое, значит, 47, близкое число. Потом, говорится тут, будет 62 седмицы. 62 седмицы – это, если точно считать, 434 года. Очевидно, что автор говорит, что в это время Иерусалим, с одной стороны, отстраивается, возможно, он намекает на строительство времен Эзра и Нахемии, а с другой стороны, он находится в период беды, сок хайтин. То есть, как бы, Иерусалим не является им, да, людей, не является независимым царством. Она сатарапия Персии. И потом она становится частью империи Александра Македонского, а вслед за тем империи Толемеев, потом империи Селивкидов. И весь этот период, в 434 года, согласно этому введению, опять же, это не буквально совпадает с тем, что, если считать, то, допустим, с момента Зарубавеля, не совсем 539 год, позже, но, скажем, с 539 примерно по 175 год, то есть воцарение Антиоха Эпифана. Воцарение Антиоха Эпифана, это как раз вот 175 год, значит, мы получаем здесь цифру меньшую, чем 400 лет, близкую к ней, но меньшую все-таки. Но опять же, на самом деле, я как бы, это не входит сейчас в нашу задачу, но делались комментаторами всевозможные попытки, значит, объяснить, как бы, откуда взялись вот именно такие числа, на чем именно основывался автор книги Даниэля, значит, это непросто. Во всяком случае, он говорит о том, что после того, что после этого останется 7 лет, последняя седмица. И при этом, вот по истечении 62 седмиц, будет убит и карет Машиах. Это некоторая важная деталь, которая нам позволяет что-то понять. О каком именно помазаннике, Машиахе идет речь. Мы знаем, что как раз в начале правления Антиоха Епифана был смещен последний, по сути дела, из первосвященников, которые наследовали первосвященство естественным образом еще со времен конца эпохи первого храма, так называемый Хония Третий, чей сын потом бежал в Египет и основал свой храм в Леонтополе, так называемый храм Они или Хонио. И мы знаем о том, что Онио Третий был убит. Он находился какое-то время в Антиохии и был убит в 170 году. Значит, тогда получается, что как бы вот с точки зрения автора книги Даниэля в 170 году завершаются 62 седмицы и остаются еще 7 лет, который что? Он говорит так. Он говорит так. Значит, храм будет разорен, а разоритель заключит завет со многими в течение вот этих 7 лет. Подразумевается, видимо, так полагают комментаторы, так называемые эллинисты, которые поддерживали реформы Антиоха и Эпифана, а во многом их инициировали, в частности эллинисты-священники, сначала Ясон, а потом особенно Менилай. И это продолжалось 7 лет. То есть, опять же, не все тут совпадает с точки зрения счета, потому что если со 170 года, тогда в 163 год это заканчивается. Но мы знаем, что восстание Маковеев вспыхнуло как раз в 167 году, а сам Антиох умер в 164. Но возможно, что имеется в виду с момента начала правления Антиоха, 7 лет, то есть от 175 года и до 168, а потом, он говорит, еще полсемилетия, то есть 3,5 года. А это как раз примерно до 164 года, то есть как раз тогда, когда Маковеи заняли храм и возобновили там службу в 164 году. То есть мы можем с большой осторожностью сказать, что, видимо, автор что-то знал, как бы был свидетелем начала восстания Маковеев. Возможно. Дело в том, что напрямую автор книги Даниэля никак не относится с восстанием Маковеев. Но если вот так вот считать, то получается, что предел книги это как раз в то время, когда Иуда Маковей очистил в 164 году храм и возобновил там служение. А тут говорится, это состояние тут называется шикутс мэшумэм, видимо, с насмешкой над тем, что хотя Антиох превратил храм в храм Зевса Олимпийского, но эллинисты называли его бааль шамэм, то есть владыка небес. И отождествляли его с богом Израиль. И вот здесь это как бы обыгрывается. Шамайм, мэшумэм, мэшумэм, то есть опустошенный. Теперь мы можем как бы сказать, подытожив, перед нами некое сложное объяснение. Можно сказать, что объяснение сложнее, чем сами видения, которые были перед Даниэлем, но, впрочем, здесь видения-то и не было. Здесь он изучал пророческие книги и хотел получить ответ. Ответ на какой вопрос? Почему 70 лет прошли, а окончательного избавления не наступило? Да, и наступило некое промежуточное избавление, которое потом опять было затемнено, заслонено бедствием. И вот как бы автор в устах Даниэля вкладывает этот вопрос. Доколь же это будет продолжаться? Когда всему конец? Когда наступит наконец избавление? И ответ вот он такой хитрый получает. Теперь, для того, чтобы понять, что описанная здесь операция, процедура с пророческим текстом не является чем-то из ряда он выходящим в эпоху второго храма, я хочу показать вам два коротеньких текста, которые мы находим в Кумране. Когда мы говорим про Кумран, мы должны помнить, что там жила и действовала секта одним из характернейших признаков, которой было ощущение близкого конца времен. Она была совершенно не единственной такой сектой и такой группой. Ранние христиане жили тоже с подобным ощущением. Мы видим, что автор книги Даниэля жил с подобным ощущением. Мы не знаем точно, кем он был, но вот у него было тоже явное ощущение, что вот сейчас это грядущее избавление придет. Когда мы в следующий раз дойдем до 12 главы книги Даниэля, последнего, то тогда мы увидим, как он видит вот это окончательное избавление. Вот, но возвращаясь к Кумрану, значит, там, среди прочего, были найдены тексты, которые мы называем термином пшарим. Пешер буквально обозначает толкование. Это на самом деле вариантный корень, корню патар, петрон, решение. Чем же занимались члены общины Кумрана или Адата Яхот, как они сами себя называли? Они в частности занимались толкованием библейских текстов, пророческими. Плюс книга Псалмов, которая во многом примыкает в их представлении к пророческим текстам. Они, как бы, это семипророческий текст. Но они не все этим занимаются. Согласно их утверждению, этим занимается ультимативный руководитель общины, которого называют либо Коген, либо Муре Гацедек, или Муре Гацдака, с которым происходит что. Вот посмотрите, что написано в этих двух текстах. Это так называемый Пешер Хабакук, один из самых больших дошедших до нас Пешеров в библейской книге Хабакука. Это устроено таким образом. Цитируется стих, а потом он объясняется, но у этого объяснения есть одна характерная особенность. И вот мы сейчас с этим познакомимся. Тут говорится о том, что те, кто не вошли в секту, не слушали и не верили тому, что произойдет с последним поколением, не принимали это из уст священника Хакухен, которому Бог даровал в сердце понимание истолковывать все слова рабов своих пророков, ибо через них рассказал Бог все, что произойдет со своим народом и с его народом, и с его городом. И вслед за тем другое место, и говорил Бог пророку Хабакуку записать все, что произойдет с последним поколением. При этом он не открыл ему, как тут сказано, гмаргакец. Гмаргакец лао дао. Он не объяснил ему, что случится в конце концов. Гмаргакец велел ему это проговорить, в то время как Муреа Цедек, глава общины, он же вот этот Хакухен, которому Бог объявил, объяснил все тайны слов рабов своих пророков. То есть сами пророки не знали того, что произойдет. Они пророчествовали, но они не знали, к чему реально относится их пророчество. Что имеется в виду? Что представители Кумрана толковали пророческие тексты так, как будто бы они относятся к той эпохе, в которой сама секта живет и действует, и к тем событиям, которые происходят в это время. То есть, скажем так, начиная со II века до Новой эры по I век Новой эры. И все, что написано в пророческом тексте, на самом деле подразумевает эти последние события. То есть есть у пророчества текста два слоя. Один внешний, то есть это то, что пророк говорит о своем времени, но это каждый может понять. Но есть внутренний скрытый слой, который может понять только человек, которому Бог даровал такое знание. И этот внутренний слой конца времен, в котором мы живем сейчас, вот в этом эскатоне. И все в пророчестве подчинено этому. Интересно, что в Пешерах, вот в этом Пешере, например, автор идет дальше, чем автор книги Даниэля. Он говорит о том, что сам Бог вложил ему это в сердце. В книге Даниэля есть посредник, ангел, через которого Бог вкладывает знания о том, что произойдет в конце времен. Но на самом деле перед нами более-менее одна и та же парадигма. Есть некий божий человек. Этот божий человек изучает пророческие книги. И Бог или ангел дает ему способность в этих книгах вычитать, понять то, что произойдет в конце времен. Сами пророки этого не понимают. Пророк Ермияу говорил о 70 годах. Он не знал, что 70 лет это на самом деле в конечном счете 70 помноженные на 70. 490 лет. Надо еще иметь в виду, что эти, конечно, 490 лет они коррелируются с такой очень важной цифрой Торы 49. это конец семилетнего цикла семилеток. То есть после этого наступает 50-й год, год избавлей. Это Йовель. И также точно видит автор книги Даниэля историю. Вот эти 77-й 49. А потом как бы наступает, если угодно, будущий мир, избавление. Вот это 50-й юбилейный. И это то, что как бы является такой вот центральной скрепой ведения книги Даниэля. Искатология. Искатология конец времен, который при этом является чем-то сокрытым. Чем-то тем, что пока до поры, до времени не стоит открывать. Мы увидим и в дальнейшем. Все они занимались, иными словами, попыткой рассчитать и понять, когда придет вот этот день. Для сравнения я хочу сказать вам, что впоследствии мудрецы Талмуда очень скептически относились к попытке рассчитать конец времен. Они этим тоже занимались, но при этом в Талмуде, например, в трактате Сенгидрин появляется такое утверждение, как раз в контексте обсуждения книги Даниэля. Типах Ацман Шельмехашвей Кицин. Да, это как бы проклятие, чтобы были, пусть будут прокляты те, которые исчисляют конец, потому что из-за них что получается? Вот они расчислили этот конец, а ничего не произошло. Значит, получается так, что вера наша оказалась неправильной. Но нет, говорится здесь в Талмуде. Эла хакело шинеймар имитмахме аххакело. Значит, как сказано, если книги Хавакука, опять же, если даже замедлился, все равно надеясь на то, что он придет. Поэтому Талмуд очень как бы так с опаской относятся к тем, которые пытаются рассчитать конец дней. Но в эпоху второго храма, повторяю, как бы это была горящая проблема, горящий вопрос. Когда же, когда? Это вот сейчас должно наступить. Как раз вот с точки зрения автора книги Даниэля, это греческая эпоха, конец преследований Антиоха и Пифана с точки зрения автора Пешера Хавакука, который писал несколько позже, речь идет о римской эпохе и о том, что римляне будут разгромлены. Он их называет там китиим. Значит, но так или иначе общая нота одна и та же. Одна и та же. Давайте поставим здесь некую точку и самое время дать вам возможность задать вопросы. Задать вопросы, сделать замечания. Пожалуйста, господа, дамы есть. Не знаю, есть ли дамы, но господа точно есть. Господа, вопросы? Есть ли у нас вопросы? Господа, думаю, кое-что. Насколько можно судить, все идет, это пересказ, точнее, вокруг то, что произошло во времена Маковеев, скорее не Маковеев, а то, что предшествовало Маковеям. И вот как бы некоторые считают, некоторые комментаторы считают, что автор книги Даниэля Маковеев не знает, что это до них. Мне представляется, что это вот как бы граница, это начало Маковейского восстания, вот первые победы Иуды Маковея, 164 год, очищение храма, но это как бы спорный такой момент. Тут есть вспоминать именно, если в данном случае возвратиться к самому моменту начала вообще всех этих событий, когда в самом начале прошел слух о том, что Энтехо Пифан погиб, Завоевать Египет, там известная встреча с Киевским легатом, когда ему сказали, что ты должен дать немедленно возвратиться, дать ответы, пока ты не пересечешь вот эту черту, которую он провел. После этого каким-то образом дошел слух о том, что после этого Энтехо Пифан погиб, но он возвратился и после этого он устроил страшную резню в Иерусалиме. Верно. Верно. А соотношение то, что вот это произошло, эта резня, она является откликом на то, что сейчас описывает Снеги Даниэля? Смотрите, трудно судить, он же напрямую об этом не говорит, он говорит об осквернении святилища, он говорит о смерти, судя по всему, помазанника, как предположительно смерти Ония Третьего. Он не говорит здесь о резне, но с другой стороны, поскольку вообще все это описание носит такой довольно туманный общий характер, то вполне возможно, что он как бы имел в виду и это тоже, но напрямую сказать трудно. Мы знаем только о том, что сам Антиох, несмотря, и это одна из причин, почему некоторые считают, что автор как бы не знал о том, о смерти Антиоха, и, соответственно, если он не знал о смерти Антиоха, то он не мог на самом деле точно знать об очищении храма, поскольку Антиох умер своей смертью от болезни во время одного из своих походов, но не был убит, как вроде бы явствует из этого пророчества каким-то внезапным образом. Но опять же я подчеркну, что до конца это из текста неясно. Окей, еще вопросы, замечания? Ну, хорошо, если вопросов и замечаний нет, то я сделаю просто скажу, чем мы займемся в следующий раз. Мы, собственно говоря, подходим постепенно к концу книги Даниэля. Нам остался разговор на два занятия. Значит, одно занятие, следующее, будет с одной стороны посвящено ангелологии книги Даниэля, и вообще ангелологии в эпоху Второго Храма. А кроме того, мы поговорим о появлении, постепенном развитии идеи воскресения из мертвых. Вот это одно из центральных столпов еврейской веры в будущем, в будущем по отношению к тем событиям, о которых мы говорим. Вот мы это определим, а потом на еще одном занятии мы сделаем некоторый завершающий круг касательно не только книги Даниэля, но поговорим и о вообще о том, как составлялся библейский канон. Вот. Есть ли еще вопросы, замечания, или мы остановимся здесь? По-видимому, останавливаемся здесь, так я понимаю. Ну, хорошо, тогда я благодарю всех за внимание, вот, и до встречи через неделю. Окей. Спасибо всем за участие, спасибо лектору, будут вопросы, пишите в телеграме, в любом известном вас канале связи с нами. Все, Ирина, спасибо. Все, окей, спасибо, всем счастливо, пока.